За помощью к ЗАП-ТВ ещё зимой обратились две женщины, объединённые общим горем. У их детей, Даши Кондратьевой и Захара Емельянова, редкое генетическое заболевание – мукополисахаридоз четвёртой степени. В организмах детей не вырабатывается фермент, который способствует обмену веществ. Это заболевание поражает многие органы, костно-суставной аппарат, а также приводит к потере слуха и зрения. Захар перестал ходить, а Даша слышит только при помощи аппарата и передвигается на коляске. Препарат, который мог бы помочь деткам, существует, и московские врачи не раз назначали его. Вот только закупка производится за счёт регионального бюджета, у которого на дорогих пациентов денег нет. У нас четыре заключения назначения препарата каждый год. В 2018 году, когда препарат зарегистрировали в конце года, мы были очень счастливы и довольны, потому что мы думали, что вот, наконец-то мы дождались того момента, когда наши дети будут получать лекарства. Но не тут-то было. Опять в очередной раз отказ. Причём идут постоянные обманы со стороны врачей. Нам с Дашей привели в октябре месяце очередной местный консилиум, на котором назначили препарат. Я присутствовала на этом консилиуме. И через буквально несколько дней, когда пришла получать результат, мне не выдали его. Первый консилиум признали несостоявшимся из-за отсутствия двух врачей. Аудиозапись заседания удалили за ненадобностью. По словам родителей, это сделано, чтобы не было доказательств того, что врачи голосуют за назначение препарата. В октябре прошлого года состоялся повторный консилиум, на котором те же врачи единогласно приняли решение, что препарат имеет множество побочных эффектов и поэтому опасен. И такое заключение сделали врачи, у которых нет абсолютно никакого опыта лечения подобного диагноза. За компетентным мнением мы уже обращались к врачу из Кургана, который обследовал Захара. На счету Полины Ачировой лечения 11 детей с аналогичным заболеванием. И она с заключением регионального консилиума не согласна. В этот же раз мы поговорили со специалистом из Москвы. К сожалению, у нас есть информация, что некоторые регионы не назначают препарат. Это связано с тем, что именно болезнь Моргио имеет региональное финансирование. Это большая проблема. В течение времени состояние пациентов обязательно ухудшается. И чем позже мы назначаем терапию, тем меньше эффективность лечения. В настоящее время это является единственным патогенетическим препаратом для лечения пациентов с болезнью Моргио. Надо отметить, что мукополисахаридоз четвертого типа, болезнь Моргио, является хроническим инвалидизирующим заболеванием, который прогрессирует. И если не назначить патогенетическую терапию, пациенты погибают. Фермент доказал свою высокую эффективность. Единственным противопоказанием назначения препарата является гиперчувствительность компонентов лекарства фермента. Других противопоказаний нет. Родители Даши и Захара имеют несколько заключений специалистов Федерального центра о назначении их детям жизненно необходимого препарата «Вимизайма». Забайкальские врачи считают иначе. Местные доктора не признают его, скажем так, существенным, важным и из раза в раз составляют врачебные комиссии, где говорят о том, что препарат не нужен, через запятую опасен, через запятую возможные риски превышают возможную пользу и так далее. Так хорошо и многое достоверно знать о редком заболевании, как это могут эксперты Федерального центра, наверное, региональные врачи знать не могут. Тем более, когда они сами признаются и расписываются в том, что у них нет опыта лечения. Но если у вас нет опыта лечения, то вы и не можете знать о всех тех последствиях, которые могут наступить. Закрадываются сомнения, что местные специалисты не пошли на сделку с совестью, когда пришлось подписать протокол с подачей вышестоящих начальников. Это лишь теория, но факт остается фактом – лечение дети не получают. Единственные два ребенка с подобным заболеванием в регионе медленно угасают. Телеканал ЗАП-ТВ обращается к министру здравоохранения края, сегодня это Анна Шангина, и требует организовать совместную врачебную комиссию экспертов регионального и федерального уровней, а также проконтролировать процесс обсуждения назначения препарата. В случае назначения лечения телеканал самостоятельно откроет сбор на покупку лекарства. Расположенный по закону препарат не может купить целое министерство здравоохранения Забайкальского края.